20 января в сноупарке «Крутая горка» около 300 любителей зимы и активного отдыха отметили Всероссийский день снега. Сюда, в одноименный поселок с санками и лыжами, приехали жители из разных уголков региона. Однако самыми многочисленными и спортивными на праздники оказались местные. Мы все любим спорт. У нас просто так по микрорайонам жители на 80% ходят в спортивной одежде, потому что для нас это привычно, это наш образ жизни. В этот день участников зимнего праздника ждала разнообразная спортивно-развлекательная программа. Для любителей лыжного спорта состоялся забег на один километр. На трассу вышли и взрослые, и дети. Победителем гонки оказался воспитанник Крутогорской спортивной школы. Свой успех объясняет упорными ежедневными тренировками. Я занимаюсь лыжами очень давно, для меня это легко было. Ну, условия хорошие, трассу хорошо сделали, все нормально. Рядом с лыжной трассой самые шумные и веселые семейные эстафеты. В состязаниях для мам, пап и их детей главным было скорее участие, чем победа. Мы поучаствовали в семейной эстафете, разделились на две семьи. Главный наш участник хочет высказать свое слово, наверное, по этому поводу. Нам очень понравилось, я считаю, здесь очень хорошая организация. Все для людей сделано, то есть все доступно, все классно, погодка радует. И старый млад, скажем так, все слились воедино, в воздухе витает спортивный дух. Метание валенка – не менее спортивная русская зимняя забава. Забросить снаряд как можно дальше попробовал чуть ли не каждый гость праздника. Молодца! Десять! Неподалеку в спортивной коробке мальчишки сыграли в хоккей на снегу. В праздники также приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Они состязались в игре «Крестики-нолики» и расписывали сугробы яркими красками. Сегодня мы решили показать, что мы полноправные участники праздника, что тоже можем как бы заявить о себе. И вот придумали такую интересную игру у нас «Крестики-нолики» на снегу. Также мы рисуем на снегу. Вот у нас самый такой яркий получился пятачок. Горнолыжные склоны сноупарка приняли любителей покатушек на санях, лыжах и сноубордах. Здесь же для детей прошла русская народная игра «Царь горы». Самым шустрым оказался Максим Житомирский. Причем 300 метров по скользкому подъему повелитель горы преодолевает уже второй год подряд. Просто бежал, носил обувь. Выносливость? Ага. В чем сложность была? Ну, скользкая обувь. Хорошая чайница. Скользила вниз. После всех состязаний гостей праздника накормили вкусной полевой кашей и напоили горячим чаем. А победителям и призерам вручили памятные подарки и кубки. Теперь у нас любят зимние виды спорта, связанные со снегом. А так как этот праздник является больше физкультурным, массовым, сегодня предусмотрена большая программа, в которой больше, наверное, не спортивная составляющая, а забавы, связанные со снегом и с активным, хорошим, полезным отдыхом. Отличное настроение, отличный праздник, прекрасные открытые лица, улыбающиеся дети. То, что и нужно нам сегодня было достичь. В Омской области Всероссийский день снега прошел в четвертый раз. Сам праздник отмечается ежегодно во всем мире по инициативе Международной федерации лыжного спорта. По задумке организаторов он должен повысить интерес к зимним видам спорта и привлечь как можно больше людей к активному образу жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова